Здесь огромная щель. Вот эта вот ненужная ветрозащита уже полностью почернела, но это еще не самое страшное. Сегодня мы с вами отправляемся на объект в Иркутске, и это полнейшая жизнь. У этого дома довольно интересная история. Хозяева этого дома заказали бригаду, чтобы смонтировать сайдинг несколько лет назад. И сейчас они хотели его переделать, потому что некоторые места их не устраивали, и пригласили нас, чтобы разобрать, посмотреть, что там внутри, и мы немного ужаснулись. Снаружи сложно особо что-то сказать, вроде как сайдинг, как сайдинг. Единственное, есть некоторые места, где неровности, выпуклости. Здесь, например, утепление фундамента имеет большие щели. Тут я вообще могу сюда просунуть руку. По-хорошему, конечно, эти места должны пропениваться, и зазоров никаких быть не должно. То есть, если посмотреть сюда, здесь огромная щель. Я могу даже руку сюда просунуть. Вот толку от такого утепления нету вообще. По заднюю сторону дома то же самое. Здесь такая огромная щель, но это еще не самое страшное. Идемте дальше. Мы уже полностью разобрали первую стену. Утепление здесь было выполнено следующим образом. Была смонтирована ветрозащитная мембрана. Потом вот так вот был установлен профиль. Между ним был утеплитель. Сверху была еще одна ветрозащитная мембрана. Никакого вент зазора. И поверх уже был смонтирован сайдинг. Ну, как видите, здесь вот эта вот ненужная ветрозащита уже полностью почернела. И весь утеплитель был мокрый. Вот здесь еще видны остатки вот того утепления, как здесь было выполнено. То есть вот этот широкий профиль здесь стоит. И вот эта вот черная ветрозащита конкретно по нарушениям. То есть первое, вот этот вот слой ветрозащиты, он здесь вообще не нужен был. Первый слой утеплителя должен был монтироваться прямо к стене. Должны были быть установлены подвесы, либо горизонтальные бруски, и чтобы проходило утепление. В принципе, это даже не такая критичная ошибка. Ее можно было избежать, элементарно сделав вент зазор. Здесь бы не было такого большого скопления влаги. То есть после утепления должна была быть смонтирована ветрозащита, оставаться вент зазор где-то 4-5 сантиметров. И уже после этого смонтирован сайдинг. Вообще заказчик жаловался, что промерзают углы. Вот по вот этому куску утеплителя видно, что он... Ну и он не сильно промок, но он все равно влажный. Видно по его цвету, что вот этот вот черный, вот этот вот более-менее сухой остался. Даже использованы были грибочки. Но в целом вообще смонтировано неправильно. По вот этой пленке видно, что она отсыревшая. Под ней тоже такой пятнистый утеплитель. Вот так кусками напихан утеплитель непонятно для чего. Какой вывод можно сделать из всей этой ситуации? Повезло, что еще заказчик вовремя спохватился. И утеплитель хоть и набрал влагу, стены начали чернеть. Но дом, по большому счету, не пострадал. И хорошо, что люди, которые монтировали впервые сайдинг там, они хотя бы не использовали пароизоляцию вместо ветрозащитной мембраны. Иначе дом бы уже полностью сгнил. Еще что хочется сказать. Это то, что на все вот эти мелкие недочеты, то, что был смонтирован криво сайдинг, там где-то неровное утепление, где-то там щели какие-то. На это все можно еще закрыть глаза, но если бы был бы сделан просто обычный вент зазора. То есть сайдинг, он монтируется только посредством вент зазора. У нас на канале, кстати, есть инструкция по монтажу. Ссылку я оставлю в описании. Там последовательно я все объясняю, как нужно утеплить дом, какую мембрану применить, как правильно подвесы смонтировать и так далее. И как правильно смонтировать сайдинг обязательно для того, чтобы был небольшой вент зазор. И тогда вот так влага не будет скапливаться в толще стены. А тут получилось следующим образом. То есть пар, выходящий из дома, хоть его и немного, он проходит через утеплитель. И получается утеплитель, там такая плотная конструкция получилась. То есть мембрана, утеплитель, еще одна мембрана. И поверх уже идет сайдинг. И получилось так, что вот это вот, вот толща вот этой стены, вот этот пирог, он никаким образом из себя не мог выпустить вот эту влагу. И получилось, что вся влага остается вот в этом пироге и никуда не выветривается. Поэтому, соответственно, и пленки полностью мокрые, утеплитель уже довольно плотно промерз, промок. И стены уже начали чернеть. Хорошо, хоть не везде. Вовремя заказчик спохватился. Я не знаю, можно ли куда-нибудь будет применить этот утеплитель повторно. Не знаю, возможно, куда-нибудь на кровлю, на перекрытие. Получится ли его просушить, пока непонятно. Вот. Еще очень обидно за то, что люди платят за это большие деньги и не получают вообще необходимого результата. То есть заказчик несколько лет назад выложил крупную сумму, чтобы утеплить дом, чтобы обшить его. И сейчас уже начал замерзать. То есть получается, он как бы выкинул деньги на ветер впустую. Сейчас нужно делать заново. Ну, тут надо как бы посоветовать людям, всем, которые стараются как бы сэкономить, найти подешевле. Может быть, имеет смысл лучше подкопить и нанять квалифицированную бригаду, чтобы не пошлось потом все заново переделывать. Еще хочется отметить то, что фундамент был утеплен вообще безобразно. Можно сказать, что фундамент не был утеплен вообще. Там между утеплителем и стеной было небольшое пространство, где-то 3 сантиметра. То есть местами даже наблюдалась некоторая логика. Материалы-то были заказаны правильно. Была использована гидроветрозащитная мембрана. Для фундамента был использован экструдированный пенополистирол. Для деревянного дома использовали базальтовый утеплитель. Там даже были подвесы. То есть вот этого всего можно было избежать, просто выполнив правильно монтаж, а не так, как подошла вот эта бригада. Самое обидное, что вот эти люди, которые выполняли монтаж и которые зарабатывают на этом деньги, они скорее всего выполнили не только вот этот дом, а много монтажей сделали. И люди, многие даже не подозревают, что у них под стенами находится, и что там начинается гниль, и многие могут просто-напросто не успеть вовремя предпринять какие-то меры. То есть технология вентфасада, она выглядит следующим образом. Внизу делается небольшой вентозазор, маленький, чтобы воздух снизу туда поступал. И делается от, получается, от гидроветрозащитной мембраны до сайдинга зазор где-то 4-5 сантиметров. И вот этот вентилируемый фасад, он постоянно проветривается. Вся влага, которая из дома выходит, она, соответственно, через вот этот вентфасад выводится. Сверху тоже нужно сделать небольшой выход, чтобы снизу воздух поступал, а сверху выходил. Ну, или обычно делается в софитах отверстие, и таким образом конструкция выглядит красиво, и в то же время она проветривается. По-моему, вот такая проблема, когда идет неправильное утепление у дома, уже должна быть полностью искоренена, потому что в интернете полно инструкций по монтажу, да элементарно уже производители утеплителя, они поставляют теплоизоляцию, с последующей инструкцией по монтажу, чтобы человек ничего не перепутал, и вот такие вещи, они происходят до сих пор. Это, конечно, очень печально. Обязательно нужно заключать договор на такие услуги, и чтобы репутация компании была не запятнана, потому что люди уже набили себе шишки, они уже приходят даже в нашу компанию. Допустим, мы им говорим, что у нас гарантия идет, даже если какие-то возникнут неполадки или что-то нужно будет переделать, мы это в кратчайшие сроки, там, буквально за неделю переделаем. Люди говорят, кого вы там обманываете, мы прекрасно понимаем, как это в России работает. Месяц-два в итоге вас не дождаться. Ну, я не знаю, как объяснить, мы реально стараемся добросовестно работать. Люди уже просто не верят, что есть компании, которые готовы честно работать и честно на этом зарабатывать деньги. Поэтому обращайтесь только в проверенные бригады, не старайтесь излишне экономить. Сами видели, что это приводит к еще большим затратам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова